Глава 8. Подзаголовок 2. Ложь, большая ложь и статистика. Глава 9. Демографы зачастую относятся к людям как к экспериментальным резиновым мячикам. Они предсказывают конечную точку их маршрута на основе видимой траектории движения. Глава 10. Демограф анализирует события прошлого и динамику, прослеженную им до определенного момента, а затем экстраполирует результаты своих наблюдений в будущее, не принимая во внимание свойственную людям изменчивость поведения. Глава 10. Если ему известны такие данные, как сегодняшнее соотношение численности различных групп населения, темпы рождаемости и средняя продолжительность жизни в каждой из них, то он смело делает прогноз на будущее, исходя из того, что завтра все будут вести себя таким же образом, как вчера и сегодня. Глава 10. Сионизм изначально основывался на прямо противоположной предпосылке. Теодор Герцль видел современную ему ситуацию и пришел к выводу, что она должна и может измениться. «Если вы захотите, это не будет сказкой», — сказал он евреям. Можно себе представить, что сказали бы современные демографы Герцлю в 1902 году, когда он произнес эти слова. Ведь в то время арабов в Эрцисраэль было в 10 раз больше, чем евреев. Но еврейский народ предпочел тогда проигнорировать «демографические факты» в кавычках. Сионисты приезжали в страну и отстраивали ее, создавали города и поселки, чтобы принять в них как можно больше евреев. Тем самым была определена новая демографическая ситуация — еврейское большинство в Эрцисраэль. Таблица, которая приводится в приложении 17 к данной книге, наглядно представляет изменения в соотношении численности еврейского и арабского населения в западной части Эрцисраэль, не считая Зайордания, за минувшее столетие. Когда в 1896 году дед моей матери репатриировался в страну, число живущих здесь арабов в 10 раз превышало численность еврейского населения. Тем не менее, евреи продолжали держаться за землю обретенной родины, веря, что они когда-нибудь станут здесь большинством. К тому моменту, когда в Эрцисраэль прибыл мой дед по отцу, 1920 год, соотношение между численностью евреев и арабов составляло уже 1 к 6. В 1947 году, когда было принято решение ООН о разделе Эрцисраэль, евреи составляли половину населения страны. После войны за независимость началась массовая репатриация в Израиль евреев из стран арабского Востока и других регионов мира. И по прошествии 15 лет картина изменилась до полной противоположности. Теперь число евреев в Эрцисраэль почти в 2 раза превышало численность живущего здесь арабского населения. Это соотношение несколько изменилось в пользу арабов за минувшее десятилетие. Однако массовая алья из СССР замедлила данную тенденцию. Вообще, любые тенденции в рассматриваемой нами области достаточно переменчивы. В демографической кривой можно отметить как спуски, так и подъемы. Примечательно, что час торжества эсхатологически настроенных демографов наступает именно тогда, когда эта кривая устремляется вниз, когда сионизм сталкивается с наибольшими трудностями на пути реализации своих исторических целей. Однако, в отличие от некоторых демографов, арабы никогда не были убеждены в том, что еврейская репатриация не сможет изменить демографический баланс в стране. Достаточно обратиться к цифрам. Уже в течение ста лет сионизм успешно борется с демографической проблемой и продвигается в сторону устойчивого еврейского большинства в западной части Эр-Цесраэль. Данная тенденция могла бы привести стороннего наблюдателя к весьма оптимистическим выводам о будущей судьбе еврейского государства. Евреи сохранят свое нынешнее большинство в населении страны и увеличат его с помощью целенаправленного содействия массовой репатриации. В последнее время приходится слышать, что истинное число арабов, живущих в Иудее, Самарии и Газе, значительно превышает используемые нами данные Центрального статистического бюро. Это утверждение исходит от сотрудников Израильского Министерства внутренних дел. Эксперты ЦСБ настаивают на точности предоставляемых ими данных. Они говорят, что их бюро вычеркивает из своих списков граждан Израиля и жителей контролируемых территорий, покидающих страну и не возвращающихся в нее более одного года. В то же время МВД не производит данной процедуры применительно к жителям контролируемых территорий. За счет этого в списках Министерства скапливается значительное число имен палестинцев, которые фактически не проживают в Иудее, Самарии и Газе. Это положение приводит к искажению представляемых МВД данных о соотношении численности еврейского и арабского населения в пользу арабов. Дополнительное искажение связано с тем, что МВД регистрирует количество смертей в Иудее, Самарии и Газе на основании сообщений, исходящих от арабского населения. Между тем, эти сообщения отличаются значительной неточностью, поскольку по различным причинам арабы склонны замалчивать факты смерти. Одна из причин – желание родственников умершего по-прежнему получать социальные пособия на его имя от агентства ООН по оказанию помощи беженцам. Для того, чтобы скоррелировать эту неточность, эксперты принимают в расчет не только сообщения жителей контролируемых территорий, но и данные, полученные с помощью презентативной статистической выборки. В ходе одной из типичных дискуссий, которые велись в партии труда в 1968 году, различные специалисты приводили данные о неизбежном «демографическом удушье», которое ожидает Израиль в том случае, если он не отступит с контролируемых территорий. В ответ на приведенные доводы Шимон Перес сделал тогда следующее примечательное заявление. «Я очень сомневаюсь в том, что развитие событий на ближайшие 30 лет изначально и однозначно предопределено статистическими данными 1967 года. Это значило бы, что в ближайшие 30 лет в нашей стране не будет происходить ничего, кроме того, что арабы будут размножаться в темпе 3,5% в год, а евреи в два раза меньшими темпами. Можем ли мы быть уверенными в том, что до 1998 года ни один араб не эмигрирует из Израиля, или в том, что евреи не увеличат темпы своего естественного прироста? Будет ли Россия всегда выглядеть так, как она выглядит сегодня? Останется ли американское еврейство в своем нынешнем состоянии? Евреи Франции, Британии, Южной Америки – нигде никаких изменений не произойдет? И это сионистская мечта? В течение ближайших 30 лет у нас будет достаточно возможности изменить свою политику, даже если подтвердятся самые худшие прогнозы. Но те, кто готов отступить уже сегодня, а среди нас есть люди, готовые согласиться на отступление даже без достижения мира, отказываются не только от территорий, но и от будущего страны. Конец цитаты Давайте проверим факты в кавычках, которые должны были склонить чашу весов в сторону трансфера евреев или арабов из Иудеи, Самарии и Газы, начиная с шестидневной войны по настоящее время. Уже в 1967 году пессимисты предсказывали, что по прошествии 25 лет арабы будут составлять большинство населения к западу от Иордана. Указанный срок прошел, и мы можем теперь проверить, в какой мере сбылись эти апокалиптические прогнозы. Данные об изменении численности еврейского и арабского населения Эрц-Исраэль за минувшие 25 лет перед нами, по данным Центрального статистического бюро Израиля. Примечание Кроме арабов мусульманского и христианского вероисповедания, данное определение включает друзов, черкесов и представителей иных нацменьшинств, общая численность которых составляла в 1992 году 85 тысяч. Как мы видим, к 1992 году соотношение между численностью еврейского и арабского населения очень незначительно изменилось по сравнению с 1967 годом. Доля евреев в населении западной части Эрц-Исраэль сократилась за это время с 63,5% до 60,6%. Таким образом, прогнозы, предвещавшие Израилю коренное изменение демографической ситуации в течение четверти века, не оправдались. Кстати, если бы израильское правительство препятствовало процессу воссоединения палестинских семей на подконтрольной ему территории, то доля евреев в населении западной Эрц-Исраэль составляло бы сегодня 62,4%. Почему не подтвердились мрачные прогнозы демографов? Главной причиной демографической истерии в кавычках в Израиле является высокая арабская рождаемость, около пяти детей в среднем на семью, то есть почти в два раза выше среднего уровня рождаемости у евреев. Когда в расчет принимается только этот фактор, однозначный вывод о близящемся конце еврейского государства напрашивается сам собой. Понятно поэтому, какими данными питается индустрия, производящая панические газетные статьи и броские заголовки, сообщающие о том, что в Израиле появляется на свет больше арабских новорожденных, чем еврейских. Другой статистический показатель, на который часто ссылаются демографы-пессимисты, гласит, что арабское население в целом моложе, чем еврейское, из чего следует, что в будущем разрыв между уровнем арабской и еврейской рождаемости еще больше увеличится. Израильские комментаторы зачастую привносят в дискуссию по проблемам демографии откровенно драматические интонации. «Сейчас налицо простое и очевидное сражение маток, в котором евреи терпят поражение», заявил Мирон Бенвиништи со страниц газеты «Чикаго Трибюн» в ноябре 1987 года. Но действительное положение вещей в этой области гораздо сложнее, и судьба еврейского государства не будет решена одним только «сражением маток», в кавычках. Факторы, формирующие будущую демографическую ситуацию в Эрец-Исраиль, многочисленны и разнообразны, а следующие из них выводы отнюдь не столь однозначны. Увеличение той или иной группы населения в определенной местности бывает обусловлено не одним фактором, а четырьмя – рождаемостью, смертностью, эмиграцией и иммиграцией. Рождаемость и эмиграция увеличивают численность населения в данной области, а смертность и эмиграция приводят к ее сокращению. Поскольку в нашем случае речь идет о соотношении численности двух национальных групп – евреев и арабов, мы должны принимать в расчет не четыре фактора, а целых восемь. Без этого серьезное обсуждение демографической ситуации в Израиле и ее прогнозирование на будущее просто невозможно. Каждый из указанных факторов подвержен, в свою очередь, влиянию различных прямых и косвенных обстоятельств. Так, например, еврейская репатриация в Эрцисраэль очевидным образом зависит от политических перемен в России и других странах СНГ, от колебания антисемитских настроений в Европе, от положения с занятостью в Израиле, от интенсивности сионистской деятельности за границей и тому подобное. В силу объективной сложности и многогранности рассматриваемой ситуации не следует удивляться тому, что столь многие демографы не раз ошибались в своих прогнозах относительно демографического будущего Израиля. Обсуждение демографических тенденций, наблюдаемых в среде арабского населения иудеи, самарии и газы, не имеет особого значения, когда оно строится с учетом одного единственного фактора рождаемости, без должного внимания ко всем остальным составляющим демографического баланса в западной части Эрцисраэль. В большинстве случаев демографы склонны игнорировать два важных фактора, влияющих на численность арабского населения в этих районах, а именно сокращение рождаемости и значительную эмиграцию за пределы иудеи, самарии и газы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok